В деревне Башкортостан сегодня отмечают сразу два праздника Курбан-Байрам и день рождения односельчанки без алкоголя. Дело в том, что в этом году деревня решила принять участие в конкурсе «Трезвое село». Деревня Башкортостан одна из первых подала заявку на участие. Республиканский конкурс инициировал в Рио главы региона ради хабиров. Жители администрации поддержали идею и намерены даже выиграть. Здесь никто не продает, поэтому это достаточно проблематично. Положительно сказывается это. И мы, конечно же, полностью поддержали этот проект. Сразу же у нас подключились четыре деревни «Трезвое село», сегодня еще дополнительно еще три. То есть получается где-то у нас семь-восемь деревень поддерживают здоровый образ жизни. Конкурс «Трезвое село» пройдет в два этапа – районный и республиканский. Учитываться будет работа села по пропаганде трезвого образа жизни, а также результаты рейдов по выявлению незаконных точек торговли алкоголем. Стоит отметить, что в рамках конкурса будет оказываться и социальная поддержка. Вот у нас сегодня в исполкоме Курутая будет совещание, посвященное активизации работы горячей линии, касающейся оказания непосредственной помощи по проблемам с лечением, страдающим алкоголизмом, изолированием и так далее. Село «Победитель» получит полмиллиона рублей. За второе место – 250 тысяч и за третье – 150 тысяч. Эти деньги они смогут направить на благоустройство. Кстати, победители первого подобного конкурса, который проводился в 2014 году, свою награду получат только сейчас. Мы, что самое интересное, изучили, на самом ли деле, да, вот те победители, которые у нас были, до сих пор придерживаются, скажем так, тех принципов нашего конкурса. И вы знаете, придерживаются. И это очень дорогого стоит. Это еще раз говорит о том, что этот конкурс будет у нас в республике, да, и имеет очень хорошие перспективы. На пресс-конференции присутствовали представители сферы здравоохранения. По их статистике, в Башкирии смертность в сельской местности гораздо выше, чем в городах. Чаще всего умирают мужчины трудоспособного возраста. Одна из причин – злоупотребление алкоголем. Видят ли в этом проблему уфимцы, мы вышли на улицы города. Ну, слышал, да, ничего хорошего из этого, мне кажется, не выйдет. Ну, потому что кому надо, будут ездить в соседние села. Я вот геолог, знаю просто, в поле выезжаем. В одной селе сходят закон, все едят в соседние села. Ну, у нас вот сделали спиртное, продают с 10 до 10. Раньше было с 8 до 11, сейчас с 10 до 10. Я думаю, это правильно. Может, еще ужесточить надо сильнее? Нет, не надо. Почему? Хватит. С борьбой против алкоголя хорошо, позитивно. А в Башкирии нужна такая программа? Я думаю, да. Только в селах или в городах тоже? Я думаю, в городах тоже. Все дело в голове и в воспитании. Если наше правительство будет думать о воспитании, сейчас ничего не думают ни в России, ни в Башкирии, ну, то тогда все будет нормально. Это просто для галочки делается. А к чему это может привести, на ваш взгляд? Ну, к чему? 85-й год все помнят. Вот примерно к этому же и будут приводить. Будут гнать, будут суррогат пить и так далее. Нужна такая программа вообще? Обязательно. Почему? Потому что у нас полнаселение алкоголиков. Кто-то на нервной почве, кто-то просто привык пить. А кому-то нужна любовь, как мне, например. Заявки на участие в конкурсе «Трезвое село» будут принимать до 15 августа. А вот итоги подведут только в марте следующего года. Анастасия Ходик, Андрей Шуняев, Городской телеканал ЮТВ.